Здравствуйте! Это 415-й эпизод подкаста Траблшутинг, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко и наш постоянный эксперт подкаст Олег Брагинский. Олег, приветствую вас! Евгений, добрый день! Олег Брагинский, основатель школы Траблшутеров, автор 11 видеокурсов, сотню вебинаров, 55 книг и 1000 статей, руководил двумя сотнями проектов. В 26 индустриях, 50 стран, один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Поклонникам науки Карла Поппера особенно понравится сегодняшний выпуск, поскольку мы про фальсифицируемость будем говорить, и уж Стейну Поппера мы точно упомянем сегодня не раз. Олег, что такое фальсифицируемость для целей нашего выпуска? Фальсифицируемость — это критерий принципиальной опровержимости или научной эмпиричности. Согласно ему, достойное и стоящее внимание теория должна поддерживать возможность ее экспериментального или ментального опровержения. Получается, что научная система знаний заслуживает внимания только тогда, если она готова к полномасштабному столкновению с опытом, проверком, серийным экспериментом. Согласно критерию фальсифицируемости, научная теория не может быть идеальной, непровержимой и свободной от изъянов. Таким образом, как вы правильно сказали, Карл Раймонд Поппер предложил провести водораздел, или еще говорят демаркацию, между научными и квазинаучными знаниями. Кому и для чего в этой жизни потребуется фальсифицируемость? В процессе столкновения с результатами опыта научное утверждение либо должно быть бескомпромиссно отвергнуто, либо оно выдерживает это испытание. И тогда можно говорить о рискованном ее подтверждении. Фальсифицируемость не исключает возможности подтверждения системы знаний, но должно быть свободно от концептуально-терминологических модификаций и прочих уловок, чтобы оставаться научным. Помимо, собственно, критерия фальсифицируемости, ученые предложили критерии конструктивности или деструктивности для подобных попыток модификации знаний с целью приведения их к научному подобию. Что на краткой истории этого концепта, этого понятия, когда в каком сне Карлу Попперу пришло в голову, как ментилей его? Понятие фальсифицируемость в философию науки ввел основоположник концепции критического рационализма Карл Поппер в 1935 году. Он противопоставил свою идею принципу верифицируемости логических позитивистов. В своих трудах Поппер опирался на концепцию истины Альфреда Тарского, который считал, что истина объективна, а знания носят предположительный характер, поэтому подвержено ошибкам и должно постоянно пересматриваться. Поппер исходил из того, что установка на критическое испытание собственных утверждений является признаком подлинной науки, а не стремлением к поиску подтверждающих примеров, что свойственно, кстати, квазинауке. Поппер изложил позицию следующим образом. Я могу ошибаться, и вы можете ошибаться. Или быть правы. Давайте сделаем совместное усилие, и, возможно, мы приблизимся к истине. Как формулируется главный постулат верифицируемости? Поппер был знаком с решением проблемы демаркации науки от прочего членами венского кружка, так называемыми представителями логического эмпиризма, которые исповедовали верификционизм, согласно которому смысл имеют лишь проверяемые или верифицируемые суждения. В противовес этому принципу Поппер выдвинул принцип фальсифицируемости или фальсикционизма, согласно которому теория является научной, если существует методологическая возможность ее опровержения путем постовых экспериментов, даже если такой эксперимент пока еще не был поставлен. Главный постулат фальсифицируемости может звучать так. Непогрешимость знаний или нежелание решительно и критично проверять и опровергать теорию всеми возможными способами – вернейший принцип профанации и ненаучности. Да, вообще так контринтуитивненько получается, мы очень подтверждение, а тут прилагается, как раз, опровержение. Это является критерием научности теории. А в чем, понять бы, разницу между научным знанием и ненаучным знанием, о чем мы еще поговорим в будущих выпусках? Вот эта самая демаркация, зачем нам это разделение, какая польза от него? Демаркация – это термин с латинскими корнями, означающий разграничение, а именно критерий, отделяющий научное знание от прочих. Границы науки постоянно меняются, потому что некоторые дисциплины отпочковываются от родительских, создавая дочерние, или возникают на стыке нескольких наук. В данном случае, конечно же, речь идет не о естествознании, а о том, чтобы называть наукой некоторые вещи с большой, а некоторые с маленькой буквы. Например, литература имеет собственные методы и теории, но допускает значительные вольности, за которые мы ее и любим. Искусство тоже может позволить себе чудить. Религия же, например, требует бездоказательной веры и яростно защищает себя, не допуская инакомыслия, хотя и пробует ужиться с другими вероисповеданиями. Вот, кстати, Поппер и утверждал, что метафизические системы, не допускающие опровержения, ненаучны, приводя, например, в пример, вернее, астрологию. Давайте еще приведем примеры популярных, но совершенно ненаучных, таких любимых людьми теорий, которые не проводят проверку фальсифицируемостью и претендуют на всезнание и неопровержимость. Ну, конечно, это алхимия, астрология, гадание, нумерология, каббала или каббала, демонология, экзорцизм, физиогномика, хиромантия, спиритизм, парапсихология, уфология, геромантия, толкование сновидений, гомеопатия. Кстати, многие из перечисленных теорий уже были раскрыты нами с Евгением в подкастах, остальные всего лишь дожидаются своего часа и обязательно будут нами освящены. А в чем причины этих вечных исторических стремлений людей отыскать эту идеальную, верную, красивую, стройную и неопровержимую теорию? Такое ощущение, что они прям боятся опровержимости теории, нефальсифицируемую, разумеется, и усыпиться в эту ненаучную теорию. В чем страх иметь такую теорию? Это обычная вера в чудо, базирующаяся на гордыне и лене. Первый заставляет думать, что уж я да разбираюсь в жизни или науке, или в происходящем, а второй убеждает не пытаться вникнуть глубже. Особенно трогательно наблюдать за холиварами, когда сторонники квазинаук спорят между собой, например, хироманты и астрологи. Кстати, наиболее частый аргумент многих псевдонаук крайне просто и фальшиво убедителен. Например, там, наверху, этим все пользуются, а для низов, для вас, для нас, создают иллюзию, что это полная туфта. И действительно, многие чиновники и случайно разбогатевшие бизнесмены верят в разные варианты оккультизма, обращаются к подобным людям, но это не делает. Вот это вера, вера в чудо, вера в какое-то сверхъестественное озарение, то, о чем мы говорим, наукой. Как фальсифицируемость соотносится с уже упомянутой нам ранее верификацией или верифицируемостью? Верифицируемость и фальсифицируемость представляют собой критериальные измерения проверяемости теории. В случае верификации речь идет о процессе установления истины или корректности гипотезы. На научном языке она относится к контролируемым процессам сбора объективных данных с целью оценки истинности теории или гипотезы. В расширенном или расширительном толковании под верификацией понимается способность уточнять верность наблюдаемого и говорить, соответствует ли то, что кажется нам, тому, что есть на самом деле. Проблема заключается в том, что в разных традициях процесс верификации строится по-разному. С точки зрения фальсифицируемости, научная теория может быть принята не по причине того, что представляет собой стройную и непротиворечивую систему, а потому что не демонстрирует искусственности и неточности. Как фальсифицируемость соотносится с логикой? Интрига в том, что первая книга Поппера, в которой содержали зародыши мысли о фальсифицируемости, была опубликована, кстати, на немецком языке в 1934 году. Ну и, кстати, называлась логика исследования. Подобное название имела и книга Карла, изданная в 1959 году уже на английском. Она называлась «Логика научного открытия». Да и сам Карл с 1946 года работал на кафедре философии, логики и научного метода Лондонской школы экономики. По мнению Поппера, именно логика должна допускать возможность проведения хотя бы мысленного эксперимента, доказывающего частичную непокрываемость феноменов теории или нахождение бреши в современной науке, которую должны устранить ученые будущих периодов в процессе уточнения и детализации картины разведанного мира. Как фальсифицируемость соотносится с философией? С точки зрения обывательских рассуждений, мы всегда задним числом можем объяснить, почему потерпели неудачу или достигли успеха, из-за чего доллар взлетел или рухнул, от чего идея не понравилась или стартап превратился в единорога. Подобные теории объясняют любые наблюдения, и нет такой ситуации, с которой бы они не справились. Классический пример. На море буря, потому что недоволен Посейдон или Нептун, а Штиль, потому что он отдыхает, расслаблен, и поэтому волн нет. Философия обязана отвечать на опрос того, есть ли связь между связываемыми понятиями и насколько она сильна. Поэтому мы обязаны разделять нефальсифицируемые теории на два вида. А. Нефальсифицируемые на данном этапе развития науки и техники, и Б. Не являющимися фальсифицируемыми в принципе. Вот вариантом Б как раз и занимается в основном философия. Как фальсифицируемость соотносится с религией? Религия тяготеет к тому, чтобы на все давать объяснение, и даже будучи припертыми к стенке, священнослужители все же признают, что если бы не они, то простые люди бы давно бы взбунтовались, убили бы царей или верхушку. То есть в какой-то момент времени многие начинают понимать, что внешние высшие силы, которые якобы над нами, они являются всего лишь ширмой, отсылкой которой запутывают следы, причины и следствия, которые мы как раз с Евгением обычно любим находить. С другой стороны, служители в состоянии привести цитаты на любую попытку провокации, намекая на то, что все вопросы давно уже получили ответы в великих текстах священных книг. Да, это так, размытые трактовки работают, но с другой стороны, работают все хуже, а разобщенность церквей и храмов указывает на то, что мы имеем дело с водчинами, с таким вот феодализмом веры и разделом сфер влияния. Какую пользу фальсифицируемость уже принесла для развития науки? Фальсифицируемость полезна для научных школ, ведь заставляет искать немножественные подтверждающие факты, что сделать в общем-то несложно. Помните историю, которую писал Насим Талеб в книге «Черный лебедь»? Голландцы до 1697 года были уверены в том, что величавые птицы бывают исключительно белыми и жутко удивились, когда увидели черных представителей вида в Западной Австралии. То есть то, что мы чего-то не видели или не предусмотрели, не означает, что оно не может случиться или произойти в принципе. Подход Поппера предлагает накануне представления свежих идей тщательно и рьяно искать случаи, пусть может даже умозрительные, когда наша теория может не сработать, будь может даже в нереальных условиях. Этот подход невероятно сильно продвигает науку вперед с момента вот выдвижения этого критерия. Как фальсифицируемость, польза от фальсифицируемости в бизнесе какая? Бизнесмены крайне циничны по своей сути и применяют критерии фальсифицируемости, возможно, сами не понимая того. Мои бывшие акционеры постоянно задавали вопрос, очень простой, что случится, если мы не сделаем, как советуешь. И постепенно мне пришлось думать над подобной заковыркой всегда, что часто наводила на мысль, что мои идеи не столь хороши, как я изначально собирался бы представить. Другой подход тоже необычен. А давайте будем действовать на грани получения штрафов, ведь там мало желающих баражировать, значит, возможности, соответственно, велики. Какая польза от фальсифицируемости в обычной жизни? Ну, первое, представьте, что к вам предстают люди из секты, предлагающие вечное спасение. Смело задавайте каверзные вопросы, и если они все парируют, прощайтесь, нет смысла долго общаться с зомби. Второе, вас атакуют продавцы некой технологии, товара, изделия, сервиса. Спросите, есть ли у их предложения изъяны, если заявят, что нет, вам точно не стоит с ними связываться. Третье, отдаете ребенка в школу или в вуз, не лишним будет поинтересоваться, какие ограничения возникнут в процессе разгрызания гранита науки и при трудоустройстве. Если вам представят картину исключительно в розовых цветах, тоже бегите. Кто и как может манипулировать фальсифицируемостью, уже упомянутые сектанты и коллеги, в связи с получением от людей желаемого? Ну, например, если продолжать тему сектантов, даже атеисты, которые станут утверждать, что религия плоха, раз требует безоговорочной веры, но не является фальсифицируемой, а значит неверной. Я плохо отношусь к церкви, но лишь тогда, когда идет навязывание странных ценностей, чуждых к моему пониманию мира. Пусть другие делают, что хотят, но не надо так яро вербовать людей, утверждая, что другие религии ошибочны. Верность вашей веры не означает того, что отрицающие ее должны считаться людьми другого сорта, неверными и так далее. Каждый человек важен, и давайте оставим всем шанс на самоопределение. Вторая категория манипуляторов фальсификации – это политики. Что бы они ни сделали, всегда находят оправдание поступкам и решениям партии. Вроде бы все логично, но странно, что влияние, или виляние, вернее, происходит так часто и от разных личностей, хотя кукловод, в общем-то, очевиден и тосклив наглостью, бесцеремонностью и даже жестокостью. Кто и как критикует фальсифицируемость и почему? Критерии фальсифицируемости частенько критикуют те, кого заставляют искать изъяны в искусственном способе построения картины мира с целью обмануться самому или ввести в заблуждение, потому что приятно верить в собственную непогрешимость или идеальность придуманной теории. На деле же специалисты очень быстро находят изъяны, и их важно не скрывать, не протестовывать, а тщательно прорабатывать с тем, чтобы сделать собственную картину мира яснее, четче и адекватнее. Какие навыки подкаста «Траблшутинг» работают в синергии с фальсифицируемостью? Логика, критическое мышление, философия, психология, убеждения, аргументация, сомнения, осмысление, диалог и даже рецензирование. Как изучать фальсифицируемость, что читать, начиная со знаменитой книги Поппера? А вот если честно, я книг, кроме Карла Поппера, и не знаю хороших по фальсифицируемости, поэтому перечислим пять книг самого открывателя. Первая – это «Логика научного исследования», вторая – «Открытое общество и его враги», третья – «Предположение и опровержение», четвертая – «Объективное знание и эволюционный подход», и пятая – «Нисчета и историцизма». Интересные кейсы, связанные с фальсифицируемостью из практики Олега Брагинского. Когда я шел на предварительную защиту первой диссертации кандидатской, я был уверен в том, что значительное количество внедрений, опыт работы за границей, сотрудничество с наиболее передовыми компаниями, IT-компаниями «Планеты», сделали меня неуязвимым критикой, тем более, что у каждого третьего СНГ на компьютере находился и мой редактор, и мой антивирус. Но, похоже, я неверно понимал процедуру, которая должна была произойти. Мои внедрения никого не интересовали, и присутствующие сразу же закидали меня шапками после слова о том, что построенные мной системы идеальные, совершенные, безукоризненные, потому что проверены десятками миллионов пользователей. Я, конечно же, иронизирую, но, вероятно, выглядело именно так, делая ставку на гигантские цифры, а не на точность научного изложения. Мне порекомендовали отодвинуть в сторону коммерцию, вернуться к науке, доказав самому себе же, что нет ничего универсального и покрывающего все случаи. И вот когда первичный гнев мой спал, и я смог мыслить более-менее трезво, оказалось, что научные мужи, которых я считал старыми ретероградами, оказались частично правы. Не во всех случаях мои модели искусственного интеллекта работали, и благодаря публичной порке я существенно улучшил математику методов и впоследствии заработал дополнительные миллионы. Как будут звучать главные рекомендации, связанные с фальсифицируемостью, где вы с ними сталкивались, наши зрители и слушатели, по Атолере Пакинского в подкасте «Травл-шотинг». Первое. Не считайте себя самым умным. Второе. Не полагайте, что мыслить без изъянов. Третье. С удовольствием находите бреши в своих и чужих теориях. Четвертое. Обращайтесь за рецензиями к врагам и недоброжелателям. И пятое. Становитесь лучше, адекватнее, смелее и продвигайте науку и технологии. Вот такие вот уверенные рекомендации от Олега Брагинского относительно того, что касается фальсифицируемости ваших теорий и чужих теорий в подкасте «Травл-шотинг», где мы говорим о том, как профессионально решат сложные и возможные из нас задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, загляните в другие выпуски подкаста и помните, что если вы смотрите этот выпуск, то их записано гораздо больше, поэтому свяжитесь со мной, Олегом, и получите ваши персональные ссылки на просмотр роликов, которые до вас еще никто не видел. Наш подкаст тоже можно подвергнуть критерию фальсифицируемости. Мы не претендуем на абсолютное знание. Мы лишь вовлекли вас в это интереснейшее путешествие, которое, надеемся, сейчас с Олегом будет продолжаться пожизненно. И теперь вы можете быть уверены, что если кто-то ищет изъян в вашей теории, то это признак не того, что она не стройная или плохая, а наоборот, признак ее научности. Берите себе это на флаг и смело сами ищите изъяна к вашим собственным теориям. Это лишь приближает их к научности. Сам Карл Поппер. Так сказал. Удачи вам. До новых встреч. Спасибо и до встречи через неделю.